То есть буквально через пару лет по окончании Наполеоновских войн и в Англии, и во Франции. Но для французов вот такой негативный взгляд на Россию в 1936 году в английской прессе, в немецкой прессе, во французской прессе. Этот термин появляется, кстати, и в франкохобии, там англохобия. Термины такие появляются тоже и существуют уже. Но они как-то встречались и раньше, но так эпизодически. А вот как раз термин русофобия, он в этом репиме начинает набирать обороты, и сам термин становится распространенным. Не без заплесных явлений, потому что на самом деле этот термин, он отражает те реальные настроения в общественном мнении, которые в Европе начинают нагнетаться. И при том, что смотрите, как раз конец 20-х годов, это с одной стороны русско-французское изближение, и даже возникает план полиньяка. То есть общественные круги настроены антироссийски, а власть, политики настроены на сближение с Россией. Опять-таки, 27-й год, Неваринская битва, в которой вместе участвуют Франция, Великобритания и Россия, действуют против Сманской империи, Турции и Египта. А общественные мнения настроены серьезно антирусски. То есть тогда наблюдался даже такой вот баланс. Сейчас, конечно, явление, оно уже совершенно, наверное, иного порядка. И руссофобия сейчас как раз уже гораздо более сложная, такое комплексное явление. С одной стороны, это какие-то иррациональные архетипические страхи, а с другой стороны, это страхи очень хорошо просчитанные, рациональные. И более того, это крупный просто бизнес. И это для, теперь уже не европейцев, а для американцев, это способ борьбы с Россией, способ конкурентной борьбы, способ борьбы за мировое господство. Потому что это же очень удобно представить другого в образе врага. И можно наращивать военно-промышленный потенциал и увеличивать свое присутствие в мире. Опять-таки, под идеей вот этой святой миссии «Града Божьего на холме» то, на чем, собственно, опять миф. Но только мы приходим уже к мифу американскому, и вот к мифу, на котором строится американская такая идентичность, вот собственный миф. То есть миф об Америке, как о «Граде Божьем на холме», и вот Америка, как такой вот центр, она несет всему остальному миру идеи свободы, равенства, братства, либерализма, всеобщего счастья, чего угодно. Но ведь здесь вот такой момент, ведь фактически Америка себя мыслит во многом, в том числе через массовую культуру. Получается, что если вот есть, условно говоря, потрясение, связанное с крахом французских претензий на мировое господство, крах Наполеона, ну, а американец, тот же самый Вуди Аллен, снимает фильм «Любовь и смерть», где фактически смеется над представлениями Запада о такой России, с этими балами, с этими страданиями. А можно, например, вспомнить крах Гитлера, и то же самое, снимаются мультфильмы на Западе, какие-то появляются мультяшные герои, там тоже есть русские, и они злые. Конечно, вот Вуди Аллен, на мой взгляд, как раз это взгляд не столько на Россию, да, на Россию Льва Толстого, а это взгляд на самих американцев, то есть это, наверное, действительно, вот на мой взгляд, это так и есть, это пародия на американское восприятие русских, то же самое, как Джордж Орвелл, да, и его роман, это же антиутопия, но это, по сути, и мне, например, всегда так казалось, что это реакция...